всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и сегодня в этом видео уроке я хочу вам предложить научиться вязать вот такой очень оригинальный но в то же время необыкновенно простой узор такой узор можно использовать в качестве основного у вас получится теплое толстенькое такое изделие видите он толстенький такой узор сам по себе но имейте ввиду что расход пряжи на такое изделие получится у вас раза в два больше дальше можно использовать например как планку у горловины на рукавах возможно по подолу платья если это детское платье будет смотреться очень красиво также я думаю будет неплохо выглядеть планка таким узором и еще вариант использования смотрите если у вас накопилось дома много остатков пряжи можете ее подобрать по цветам соединить вот так вот в одну нить и связать вот такой вот толстенький мягкий уютный коврик таким узором из трикотажной пряжи получится очень шикарное изделие например какая-то корзинка либо сумка так что полет фантазии здесь не ограничен сейчас я вам покажу как вяжется этот узор используйте и применяйте смотрите давайте начнем с самого начала набираем петли на спицы если кто-то не знает как это делается есть отдельное видео на моем канале можете зайти посмотреть начинаем вязать первый ряд у нас будет установочный снимаем кромочную петлю и все остальные петли в этом ряду мы будем провязывать изнаночными как вяжутся лицевые изнаночные петли точно также есть видео в шкатулке полезностей последняя кромочная разворачиваем вязание и начинаем вязать основной узор первая петля кромочная мы ее снимаем теперь смотрите вот у нас петли первого ряда между ними есть вот такая перемычка вот она вот она эта ниточка нам с вами нужно завести спицу вот эту перемычку между вот этими двумя петельками достать петлю и вытянуть ее сюда петля образовалась на правой спицы теперь вот эту петельку с левой спицы мы просто вот так вот переснимаем на правую следующую петлю точно так же между петлями под перемычку заводим спицу захватываем ниточку вытащили петельку петлю с левой спицы снимаем и у нас получается вот такие пары петелек снова завели вытянули петельку сняли завели захватили ниточку петельку сняли так мы провязываем этот ряд до конца кромочную петлю в конце ряда провязывайте так как вы привыкли теперь разворачиваем вязание кромочную петлю снимаем и помните я вам показывала все петельки у нас теперь по 2 находятся рядышком вот они прямых видно как они стоят вот эти петельки мы теперь будем провязывать по 2 вместе изнаночной петлей вот так нашли две петельки ниточка впереди у нас завели спицу в обе петли и провязали изнаночную петлю из двух петелек предыдущего ряда вот так мы провязываем до конца ряда все петельки по 2 изнаночными петлями в конце ряда кромочная петля разворачиваем вязание вот такой узор у нас уже образовался и далее мы будем просто повторять эти два ряда здесь мы вытягиваем петлю из-под перемычки следующую снимаем так мы провязываем этот ряд до конца и следующий ряд мы провязываем все петли по 2 изнаночными вот такой простой узор я думаю что если даже вы только что научились вязать лицевые изнаночные петли вы точно справитесь с этим узором продолжаем чередовать эти два ряда и у нас получится вот такой оригинальный узор посмотрите это вяжется очень быстро когда вы набьете руку пальчики ваш привыкнут и узор будет получаться сам собой с достаточно хорошей скоростью я надеюсь что объяснила все доступно и вы обязательно справитесь с этим узором на этом урок закончен с вами была юля и мой факультет рукоделия не забывайте поставить лайки написать обязательно комментарии поделиться этим видео для того чтобы и другие девчонки тоже смогли научиться вязать такой узор всем пока пока